Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я расскажу вам, почему я продал абсолютно все свои радиосистемы. Ну, кроме тех, которые еще продаются в нашей барахолке. По ссылке в описании можете заглянуть. Это наша телеграм-группа, где мы продаем оборудование наше, которое у нас после обзоров осталось от производителя. Ну, а также вы сами можете там продавать и покупать то, что другие выставляют на продажу. В общем, по ссылке зайдете, разберетесь. Так вот, почему я, собственно, продал все, что у меня было из радиосистем, и на текущий момент у меня нет вообще никакой радиосистемы, ну, которой бы я мог пользоваться. Смотрите, сейчас, наверное, вы спросите, чувак, а что у тебя вот здесь за радиосистема? Это радиомикрофон от DJI Pocket 2, который находится вон там. То есть, опять же, поскольку у меня нет радиосистемы для моей камеры, то я использую радиосистему, которая идет в комплекте к DJI Pocket 2. Так вот, ребят, все свои радиосистемы я распродал, потому что, на мой взгляд, появилась лучшая, лучшая радиосистема Rode Wireless GO 2-го поколения. Я делал ее обзор уже много месяцев тому назад, и в этом видео я назвал ее лучшей радиосистемой этого года. И, в принципе, многие со мной согласились, естественно, потому что за такие деньги, такого функционала, да даже за любые другие деньги, просто такого функционала не предлагает ни одна другая компания. Поэтому я распродал все свои радиосистемы, а в итоге Rode Wireless GO 2 вернул в магазин, потому что она не оправдала моих ожиданий по части безглючности работы, чего я, естественно, не мог заметить, снимая на нее обзор. Потому что все косяки, как правило, вылазят в перспективе. Поэтому я выпускаю это видео для того, чтобы вы перед тем, как купите Rode Wireless GO 2, сто раз подумали, стоит ли с ней связываться. Итак, начнем с того, что радиосистемами Rode я пользуюсь достаточно давно. Моей первой была Rode Filmmaker Kit. На текущий момент я понимаю, что она по дальности своей работы и по качеству звука, ну, она просто лучше всех текущих на сегодняшний момент. Потому что сейчас найти радиосистему, которая бы без проблем работала с перекрытием, очень сложно. И как раз таки Rode Wireless GO 2, наряду с Helliland LAS 150, является самыми дальнобойными, вот такими компактными, цифровыми радиосистемами. Потому что на всех других радиосистемах звук проводает, как правило, как только ты отвернулся от камеры и своим корпусом могучим перекрыл, собственно, радиолинк. Так вот, далее у меня была Rode Wireless GO первого поколения. И самая первая версия, которая была у меня на обзоре, она у меня сломалась спустя несколько месяцев. И это реально было проблемой. То есть она просто перестала включаться, ну, и, собственно, умерла. Потом у меня была другая радиосистема, точно такая же. И она проработала у меня дольше, я ее продал. У нее иногда бывают такие глюки, бывали такие глюки, я думаю, сейчас есть у нового покупателя, что она иногда включается со второго раза и выключается тоже там со второго или с третьего раза. Отсюда я сделал вывод, что радиосистемы Rode, они очень некачественные. То есть их на заводе никто не контролирует, никто не проверяет, у них очень много брака. И тут выходит Rode Wireless GO 2. И, собственно, я поработал с ней, и все было просто отлично, все шикарно, кроме одного пункта. Внимательные зрители, которые смотрели в наушниках, услышали, что фазы звука с двух передатчиков не совпадают. То есть когда у вас два собеседника находятся рядом, и у обоих работают передатчики, то у вас есть некоторый дилей. То есть многие писали в комментариях, что звук как бы роботизированный. На самом деле это просто не синфазность работы двух передатчиков. И как бы Rode об этой проблеме знают. И на форумах, на Reddit, и там, по-моему, еще где-то, я видел, что, прям говорили, что исправят это в прошивках. Прошло много месяцев, прошивка и до сих пор это не исправит. То есть со звуком у нас явная проблема, когда у вас два передатчика находятся рядом. Здесь есть встроенный рекордер, и даже если мы потеряем связь, то мы все равно сможем восстановить в великолепном качестве звук. Но то, что произошло с этой радиосистемой дальше, вообще не подлежит никакому, ну, объяснению разумному. То есть Rode выпускает абсолютно некачественные радиосистемы. Смотрите, как-то ко мне приехали мои родители. Я решил снять про них видео. Соответственно, я всегда снимаю видео про своих родителей, когда либо я к ним приезжаю, либо они ко мне приезжают. Соответственно, я вешаю на них радиопетлички. Они ходят, гуляют, разговаривают, делятся своими эмоциями. И я это все аккуратненько подснимаю. Так вот, для того, чтобы не потерять материал, я помимо записи в камеру, да, то есть по радиолинку, еще использовал запись во встроенное хранилище. И раз там есть у нас максимальная качественная запись, да, что мы можем там тянуть 32-битный, по-моему, там WAV, то я, естественно, записывал весь материал в этом качестве. Смог ли я экспортировать этот материал, спросите меня вы? Ну, половину смог, а половину не смог. Дело в том, что хранилище в обоих этих радиосистемах, точнее, в обеих этих радиосистемах оказалось битое. То есть просто файлы были повреждены. И я не мог их даже экспортировать. То есть экспорт длился, допустим, если у вас файл, он там еще к тому же нарезает их, по-моему, там по несколько минут, я уже не помню сколько, то есть по 30 минут, по-моему. То есть мало того, что приложение до сих пор не обновлено, чтобы вы могли сразу скопировать все файлы, вам нужно по одному каждый экспортировать, ждать, пока он переконвертируется. То есть это вообще бред полный. То есть все, о чем, короче, я говорил, что должны исправить из минусов, ничего не исправили вообще. А в итоге вскрылись новые. Так вот, из этих 30 минут или 15 минут, я уже не помню, первая минута экспортируется, и все, и программа вылетает. И, короче, экспортировать нельзя. Ни с одной радиосистемы, ни с другой. Причем файлы эти в разных местах. То есть есть файлы, записанные целиком. Полностью нормально экспортируются. Есть те, которые повреждены. И когда я прослушивал поврежденные файли в этой собственной программе, Rode, то я слышал звук, как будто такой, знаете, он как будто замедлялся. То есть как будто шла буферизация. Но знаете, вот если вы делали музыку на... Ну давно еще, когда компьютеры были слабые. То есть вы знали, вот что значит переполнение буфера, короче. То есть не успевает процессор записывать все на дорожку, и в итоге у вас просто останавливается запись, потому что не хватает скорости. Так вот, такое ощущение, что не хватает скорости внутреннего хранилища. То есть полная жесть. Я прям конкретно напрягся, но возвращать в магазин не стал. Да, кстати, ребят, по поводу магазинов. Если собираетесь себе покупать что-то из профессионального или любительского видеооборудования, в Кремлин Стор просто залетайте прямо сейчас по ссылке в описании. У них огромный выбор, отличные цены, и клиент всегда для них на первом месте. Это не пустые слова. То есть если у вас вдруг что-то сломалось, что-то не работает, они без проблем вам все как бы меняют, возвращают деньги. То есть вообще красавчики. Просто красавчики. В общем, свет, звук, штативы, клетки для камеры, мониторы, батарейки, аккумуляторы. В общем, все, что нужно для видеопроизводства, у них все есть по отличным ценам. Ссылочка в описании. Так вот, я не стал возвращать, собственно, радиосистему в магазин. Думаю, ну ладно, может, с временем прошивки какие-то выйдут. Но ничего не вышло, новых прошивок не вышло. И знаете, когда окончательно принял решение возвращать эту радиосистему, я снимал обзор на свой RAV4 после 100 тысяч километров пробега. Что с ним, собственно, сломалось, не сломалось? Ничего в нем не сломалось, если так вкратце. И я просто охренел от того, что весь звук с этой радиосистемы был запорот. Причем он был запорот, как и во внутренней памяти. Так, собственно, звук был запорот и поступающий по радиолинку прямо в камеру. Всему виной какие-то непонятные щелчки. Вот сейчас вы их послушаете. Но знаете, что меня конкретно раздражает в этом автомобиле с ее замками? Показываю. Катюш, стой там. Смотрите, вы ехали на машине. И дело в том, что я по какому-то наитию писал звук на две разные радиосистемы. То есть я еще писал на аналоговую радиосистему Lens Go. Но там у меня произошел конфуз, у меня петличка оторвалась, в общем, повисла под курткой. Поэтому частично звук я брал оттуда, частично отсюда. Ну, то есть так получается, что самой жести вы еще не слышите. Потому что эти щелчки в некоторых моментах были просто вот каждые несколько секунд. Просто даже чаще каждую секунду, наверное, появлялись. То есть такое ощущение, знаете, как перенасыщение контура бывает. Вот когда вы, ну, вот кто радиоинженер, вот они в принципе поймут. Насыщение контура происходит. И, соответственно, у нас возрастает потенциал. Потом, соответственно, происходит разряд схемы. И потом опять схема насыщается, насыщается. Потом опять сбрасывает этот потенциал. И, собственно, вот так вот циклично все это происходит. И что мы имеем в итоге? Road Wireless Go 2, который до сих пор, многие блогеры, обзорщики говорят, что это лучшая радиосистема. Не верьте им. Я, как человек, который то же самое говорил, который попользовался некоторое количество времени, понял, что эта радиосистема глючная и проблемная. И более того, вы можете возразить, что это, мол, может только у меня, есть комментарии под этим видео, что у человека точно такая же проблема. То есть вполне возможно, что есть какие-то экземпляры, где таких проблем нет. И дело в том, что когда я снимал обзор, этих проблем у меня тоже не было. Эти проблемы у меня возникли примерно через месяц. То есть эта радиосистема на текущий момент, вот в том состоянии, в котором я ее отдал, у нее не синфазные передатчики, то есть получается эхо и такой роботизированный звук, если вы пишете одновременно звук с двух передатчиков. Также получается абсолютно неудобное программное обеспечение, которое заставляет вас просто полчаса экспортировать то, что вы можете на другой радиосистеме, которая пишет на карточку памяти, скинуть буквально там за несколько секунд, потому что это аудиофайлы, они небольшие. Также радиосистема, у которой непонятные щелчки происходят, то есть перенасыщение контура. И также радиосистема, у которой повреждаются файлы во внутреннем хранилище. Нужна вам такая радиосистема? Нет, не нужна. Но знаете, что самое печальное? В том, что нету до сих пор никакой лучшей радиосистемы. Ну то есть вот я не могу себе купить никакую радиосистему, которая была бы с таким же функционалом даже хотя бы, другого производителя. То есть есть другие радиосистемы, которые пишут на карту памяти, но у них, к примеру, недостаточная дальнобойность. То есть они не работают с перекрытиями. Есть радиосистемы, которые работают с перекрытиями, но, блин, у них нет слота для карты памяти. Есть те же самые аналоговые радиосистемы, как, например, Sennheiser G4, там, 122-е. Они громоздкие, неудобные, работают от пальчиков батареек. В общем, по классике такой телевизионный формат. У них нет карт памяти, и они часто ловят помехи. То есть у вас возникают такие... Ну, в принципе, вы частенько можете слышать такие приколы, например, в видеороликах у Дудя. Короче, на текущий момент получается, что я продал все радиосистемы и никакую себе не купил, а юзаю радиосистему от DJI Pocket 2, и вот так вот просто снимаю с двух камер. В общем, такая вот информация, ребят. Поэтому, если покупаете себе радиосистему Road Wireless Go второго поколения, обязательно делайте это в проверенных магазинах. По ссылкам в описании, кстати, будут цены на эту радиосистему не только в магазинах России, а также на Алиэкспрессе, в Украине, в Амазон, в B&H. В общем, обязательно выбирайте себе проверенный магазин, потому что с большой вероятностью эту радиосистему вам придется возвращать, потому что она просто будет криво работать у вас спустя какой-то период. А также может произойти, что она начнет криво работать у вас прямо как только вы достанете ее из коробки. Я не мог с вами не поделиться этой информацией, потому что я как бы ответственный блогер. Если я что-то поставил на первое место, а потом оно начало ломаться и работать из рук вон плохо, я обязан вам об этом рассказать, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Хотя, собственно, ошибки в этом никакой нет. Это ошибки инженера в Road, которые не могут допилить, в принципе, потенциально интересное устройство до какого-то рабочего состояния. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Не забудьте поставить лайк, если эта информация была вам полезной. Всем пока, ребят. До новых встреч. Привет, меня зовут Андрей, и за свою жизнь я снял сотни крутых видео, и знаешь, что их всех объединяет. Ни одно видео не выстрелит, если в нем не будет играть качающая музыка. Нужны настолько заряженные треки, чтобы заряжалась даже вода перед монитором. Но где брать такую музыку, и при этом, чтобы твои видео могли монетизироваться? Здесь на самом деле все просто. Жми сюда и получай месяц бесплатного доступа к одной из крупнейших музыкальных библиотек в мире. За этот месяц ты сможешь накачать хоть тысячи крутых треков и использовать их в своих видео на ютубе и в инстаграме. И даже спустя этот бесплатный месяц, если ты не захочешь пользоваться сервисом, это никак не отразится на твоих уже загруженных видеороликах. Так что самое время зарегистрироваться и начать монетизировать свои видосы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!